В Лепе приступили к очистке канала Каруоста, работы должны закончить до конца года. Так выглядит загрязнённый осадок, который поднимают со дна канала Каруоста. Исследования показали, осадок содержит нефть и тяжёлые металлы. Это наследие, оставленное военным флотом Советского Союза. С 1945 по 1994 годы Каруста был закрытой военной территорией. С баржи перекачиваем осадок, добавляем воду и отправляем на переработку, где эту массу обрабатываем, разделяя на фракции и отделяем воду. Работу осложняют различные мелкие предметы, которые находятся в осадке. Есть несколько сеток, через которые этот мусор отделяется и очищается на транспортной ленте. Сейчас в рамках проекта проверяются несколько разных технологий изъятия загрязнённого осадка, его очистки и хранения. Работы ведутся на площади в 10 гектаров и должны быть закончены до конца года. Поместье Лепа в Прекульском крае в своё время было центром культуры и образования. Но многие годы оно было заброшено. Сейчас есть надежда на возрождение поместья. Поместью Лепа около 300 лет. В 17 веке здесь действовала латышская школа, основанная переводчиком Библии Эрнестом Гликом. В то время это было местом встреч свободомыслящей интеллигенции. В наше время усадьба несколько десятков лет стояла заброшенной. Теперь общество развития поместья планирует восстановить исторический ансамбль. Идея такая – создать здесь курорт художественной терапии, где человек, уставший от жизни и работы, может приехать и под присмотром специалистов заниматься искусством. Рисовать, петь, танцевать. Таким образом, мы попытаемся вернуть то значение, которое было у поместья в культурной жизни Латвии. Уже проведены необходимые работы по сохранению здания, очищен парк и частично завершён ремонт помещения. В этом туристическом сезоне Латгалию посетили полтора миллиона туристов, почти на четверть больше, чем в предыдущие годы. Однако в регионе не хотят останавливаться на достигнутом и собираются разработать новую стратегию развития туристической отрасли. Чаще всего Латгалию, как туристы, посещают семьи, которые путешествуют на автомобиле. Их привлекают центры ремесленников, мастерские и кулинарный туризм. В этом году интерес к таким объектам вырос на 104%. Последние годы мы вырвались вперёд благодаря таким объектам, как концертный зал Горс, лучшей акустикой в Балтии, а также художественный центр Марка Ротко. Однако оценивая отрасль туризма в целом, пока её нельзя назвать главной в экономике Латгалии, поскольку много и минусов. Например, информация в интернете о регионе разрозненная и не ориентирована на туристов. Чтобы ситуацию исправить, планируется создать единый портал о туризме в Латгалии.